Мы сегодня приехали в Самару, в отель GreenLine. Спасибо, что нас приняли. Уровень образования в России в сфере гостеприимства недостаточно высокий. Которые думают, что им нравится гостеприимство, говорят, что в отеле главный директор, главный управляющий, но никак не гость. Не всегда отель владеет реальной цифрой, а сколько гостей он за год теряет. Пользуемся системой динамического ценообразования. Она у нас не с помощью какой-то специальной RMS-системы. Я был бы не я, извиняюсь, что перебиваю, если бы не спросил. Также пользуюсь Hotel Advisors. Мы мониторим рынок, мониторим спрос, мониторим конкурентов. Добрый день. Мы сегодня приехали в Самару, в отель GreenLine. Спасибо, что нас приняли. Расскажите пару слов о своем отеле, потому что Самара все-таки не Москва, не Петербург. Наверное, кто-то не знает про вас, хотя я очень много слышал и был у вас, и гостил, и у вас проводятся крупные мероприятия. Алексей Волов тут выступал в прошлом году. Да, на турпризвижении. Мы имели честь принимать очень классных спикеров. Спасибо за интерес к нашему отелю. Мы открылись в конце 2012 года, и GreenLine отель локальный, то есть независимый, не входит ни в одну из сетей. И особенность, во-первых, я вижу в том, что у нас здесь, знаете, такой небольшой гостиничный кластер. Мы находимся рядом с такими крупными отелями сетевыми, как Ибис и Ренессанс. И это такая двойная история. Это, с одной стороны, и вызов для нас, как для объекта независимого. С другой стороны, это, конечно, конкуренция. И, скажем, одной из целей при открытии стало как раз завоевание, вот, работа в своей нише, да, то есть четкая очень работа с позиционированием. Немножко расскажу об объекте. У нас 44 номера. Отель, бизнес-отель. И есть три конференц-зала, включая тот зал, в котором мы сейчас находимся. Это зал Оранжерея. Он порядка 400 метров, и он такой универсальный. Здесь мы проводим как банкеты, так и конференц-мероприятия. Поэтому, вот, учитывая слоган отеля, отель для бизнеса и удовольствия, мы стараемся вот эти обе части охватывать. То есть мы предоставляем много возможностей для бизнеса и стараемся удовлетворять ожидания гостей в части получения удовольствия. Да, в чем секрет тогда? Я вот, мы с вами списались, постарался забронировать номер, остался один номер всего, да, Хотя, казалось бы, ну, мы все знаем, как мы тоже ведем там аналитику, да, Мы работаем с FotoAdvisor, я работаю, что загрузка, особенно вне сезона, сейчас в Самаре явно не сезон, да, Независимых отелей, там, 40, дай бог, 50 процентов. У вас получается 100 сегодня. Ну, практически, да. В чем секрет? Вы знаете, но по поводу сезонности скажу, что вот именно сейчас очень хорошие даты, неплохие на этой неделе, И в целом я также пользуюсь HotelAdvisor, да, и вижу, что есть определенный бизнес на рынке и есть спрос. Что касается успеха именно нашего отеля, то, там, возможно, я буду банальной, но это действительно заслуга всей команды, И те первые места в рейтингах, которые занимает наш объект, гости как раз и отмечают, что, несмотря на, там, географическое положение, Не в историческом, да, центре города, а в такой вот более географическом деловом центре, Именно благодаря высокому уровню сервиса, благодаря индивидуальному отношению к каждому гостю, Мы получаем вот то внимание и любовь гостей. Но это и есть гостеприимство. Я думаю, что да. Расскажите, вы сказали слово команды, расскажите про свою команду и про вашу должность. Я руководитель службы продаж, приема и размещения. Поскольку отель небольшой, у нас в структуре объединены две службы. Служба продаж, в эту часть входит менеджер по банкетам, менеджер по конференциям, и я как руководитель. И есть еще операционная служба, которая занимается приемом и размещением гостей. У нее есть свой старший администратор, и они отвечают, вот скажем, за функцию, Именно связанную непосредственно с работой с гостями. Что касается продаж, ну, задача, как у всех, это максимизация доходной части, Максимизация прибыли, поиск своего гостя, работа с этим гостем, продажа по максимально выгодным тарифам. Что касается работы... Я был бы не я, извиняюсь, что перебиваю. Если бы не спросил, когда вы сказали про оптимизацию доходной части, Есть ли у вас должность ревеню менеджера, или кто занимается, собственно, ценообразованием? Ревеню менеджера у нас нет. И в настоящий момент непосредственно полевой работой в этой части занимается старший администратор, Который курирует функцию бронирования. И упомяну то, что у нас в структуре службы нет бронистов. Бронированием и работой с бронированием индивидуальных гостей занимаются администраторы, стойки. Да, а уже весь там групповой сегмент и какие-то запросы от юридических лиц обрабатывают менеджеры по продажам. Так вот, именно старший администратор в ежедневном режиме, То есть мы пользуемся системой динамического ценообразования. Она у нас не с помощью какой-то специальной РМС-системы. Все это в ручном управлении ежедневно. Мы мониторим рынок, мониторим спрос, мониторим конкурентов. И ежедневно работаем с ценами. Давайте чуть-чуть про Самару поговорим. В 2018 году было знаковое событие для всей нашей страны, Ну и в частности для нашей индустрии, Потому что многие города приняли чемпионат мира, в том числе это была и Самара. В Петербурге, к сожалению, должны констатировать факт, Что не было какого-то большого всплеска. То есть сезон прошел, наверное, чуть-чуть скомканно, Хотя был отложенный спрос. Вот для Самары, что вы можете рассказать именно про вашу конъюнктуру рынка? Как отработали гостиницы? Как отработал ваш отель? И как вы оцениваете вообще ситуацию? Чемпионат, если честно, до сих пор коллеги, Ну у нас, во всяком случае, не можем отойти, скучаем по тому времени. Потому что у нас действительно уникальная история, Которая случилась со всеми нами. И очень здорово, что чемпионат прошел в Самаре. По официальным источникам, насколько я помню, порядка до полумиллиона гостей. Говорят, что до полумиллиона иностранных туристов приехало в Самару. И мы, как площадка, как отель, являлись, принимали официальную группу оргкомитета. Часть гостей у нас проживала. И также работали с матч-аккомодейшн по размещению гостей. Ну, скажем, все, что у нас было, мы отдали под это размещение. И это тоже был уникальный опыт. В основном мы принимали болельщиков. То есть это организованные туристические группы из разных стран. Все они сюда приезжали на стадион, расположенный не так далеко от нас. Поэтому это очень интересно. Для нас и для гостей по локации очень было удобно. Что касается коллег, я уверена, что тоже все отработали очень хорошо. Во всяком случае, с кем мы общались, для всех это был вызов. Но Самара готовилась. Я хочу отметить, что очень много мероприятий, в том числе и обучающих, проходило при поддержке и наших органов власти, и профильных каких-то сообществ, в том числе и два турпритяжения подряд. Это межрегиональный форум, имеющий отношение к сфере гостеприимства, проходил на нашей площадке. Я знаю, что коллеги из ЛОТА принимали часть финальных мероприятий. И там новый еще один пятизвездочный отель тоже являлся площадкой. То есть очень-очень много людей было задействовано в момент подготовки к этому событию. И очень здорово, что тот уровень сервиса, который оказала Самара, то есть опять же, если ориентироваться на официальную статистику, Самара себя показала очень хорошо. И насколько я помню, там, по-моему, третье место по уровню вовлеченности или уровню лояльности туристов, которые посетили Россию. Поэтому для нас, как для рынка, я вижу изменения только в плюс. Да, гостиниц стало больше, да, конкуренция растет, но гость имеет всегда возможность выбора. И именно от нас, от нашего сервиса, да, зависит, кого он выберет. И это здорово. Во всяком случае, наш отель это всегда очень-очень стимулирует. Ну вот как раз вопрос про это, про будущее этих отелей, потому что мы часто разговариваем с отельерами, как раз по опыту проведения других чемпионатов, да, в ЮАР, в Бразилии, потому что чемпионаты были, существует некий сильный отток гостей, да, на последующий период. Это связано в том числе и с постройкой многих отелей, что, ну, размывается клиент. Вот как вы считаете, вы ждете этого или чувствуете это? И актуально ли это для Самары? Я хочу сказать честно, что да, мы почувствовали, в любом случае, открытие крупных объектов для рынка не проходит незамеченным, да, и учитывая их объем номерного фонда и уровень, да, ежедневного спроса на бизнес, конечно, мы видим эту конкуренцию. Опять же, говорить о том, что это плохо, я бы не стала, потому что открытие таких крупных и знаковых объектов, в любом случае для города, это всегда рост, да, то есть мы понимаем, что благодаря присутствию в городе крупных игроков сюда могут приходить какие-то крупные мероприятия, да, то есть у нас в Самаре нет, к сожалению, какого-то конгресс-холла, но вот часть объектов, они способны принимать, да, определенные группы, определенные статусные мероприятия. Опять же, Самара-арена, да, и, насколько я знаю, тоже проводится очень много там совещаний в органах власти, касающихся работы с наследием именно, да, чемпионата, то есть как вовлечь, да, всю имеющуюся инфраструктуру в дальнейшее использование на рынке. И это здорово, да, что теперь в Самаре есть там пятизвездочные представители сетевых отелей и наши локальные отели. И в целом в Самаре, ну, уже есть, да, там три крупных, три-четыре, да, крупных сетевика, которые работают все на этом рынке. С учетом вот тех ожиданий по развитию, если, да, воплотятся в жизнь все эти планы, о которых там департамент туризма говорит, то я уверена, что нам всем гостей хватит. Вот, это здорово, на мой взгляд. Но, с другой стороны, когда, я здесь говорю не про минус Самары, но, с другой стороны, если сравнивать там, да, приход таких игроков, как Лотто, да, и все-таки такой город, как Самара, он реально же меньше, чем Казань, чем Санкт-Петербург, чем Москва. Вы действительно считаете, что это обоснованное решение, вот, приход таких вот игроков и для них, ну, и для города. Для них и для города, ну, для города это знат, да, это статус, да, в любом случае. Открытие там пятизвездочных отелей такого уровня, это, конечно, статус и имиджевая такая история. Что касается там работы по управлению доходами, да, мне здесь сложно судить, но, опять же, скажу вот про себя, опять же, как практикующий тренер, я, во всяком случае, и вижу, да, что некоторые отели уже сейчас ориентируются, да, в части оказания сервиса на приход такого крупного игрока, потому что там не секрет, что Лотто занимает там первые рейтинги, там, в Москве и в Питере, да, по уровню своего отношения к гостям, и, да, для многих самарских отелей это вызов. И если мы начнем, там, ну, подтягиваться под такие стандарты, я думаю, что никому будет не лишнее. Ну, да, это конкурент, возможно, мы, там, они нас не считают конкурентами, да, потому что все-таки мы работаем в своем сегменте, да, в сегменте трехзвездочного отеля, отель бизнес, там все-таки больше лакшери история такая, но, тем не менее. Юль, вы хорошо про себя сказали, что вы тренер, я был у вас на выступлениях, на тренингах, вы действительно отличный спикер. Я тоже немножко в меру своих способностей мы занимаемся, да, нашей школой и вообще популяризацией образования в отельной сфере. Тоже много с кем из отельеров общаемся. Вот хотел бы узнать ваше мнение, как вы считаете, чего больше всего не хватает нашим отельерам? Такая очень интересная для меня тема. Ну, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, сейчас основной спрос на тренинговые услуги идет именно в части получения дополнительных доходов, да, увеличения доходной части для отелей. И это здорово, да, и это правильно. Но мне иногда кажется, что владельцам отеля, управляющим, стоит обращать внимание на работу с тем гостем, который уже есть в отеле, да. И в большей степени, возможно, даже не с тем гостем, который доволен, да, и который оставляет нам хороший отзыв, а вот с тем гостем, который недоволен, который уезжает из отеля, ничего нам об этом не говорит. И мы, по сути, ну, не знаем даже, вот, не всегда отель владеет реальной цифрой, да, сколько гостей он за год теряет. И вот если бы здесь управляющий задумался об этом и выстроил систему обучения и систему работы с сотрудниками таким образом, чтобы любая, там, конфликтная ситуация, любая жалоба, любая претензия воспринималась сотрудниками отеля в мирном русле, да, в русле того, что гость, давая обратную связь, по сути, делает нам подарок, да, помогая измениться, чтобы соответствовать его ожиданиям, я думаю, что вот это тоже колоссальный источник формирования дополнительного дохода для отелей, да, то есть отсутствие потерь вот в этом моменте. И здесь, конечно, это работающие алгоритмы, это правильное обучение, да, правильное внедрение. Ну, и еще очень часто мы забываем о том, что в очень сложных, да, эмоциональных условиях работают наши сотрудники. И вот если бы больше обращали на работу с эмоциями, да, на работу именно сейчас там модная очень история работы с эмоциональным интеллектом, ну, это правильно, на мой взгляд, потому что кто как не мы, да, будучи там эмпатичными, даря свои эмоции гостям, как раз вот сотрудники отелей оказываются в такой, знаете, зоне риска. И не секрет, что выгорание очень высокое, и это тоже одна из причин текучки, да, кадров и потери денег, вложенных в обучение. Поэтому это вот такая комплексная история для меня. И я своими тренингами стараюсь вот до отельеров донести как раз вот важность, да, всей этой истории работы именно с жалобами, претензиями гостей. Вопрос тогда, вот я стараюсь, вы стараетесь, но все равно остались вот там никого не хочу обидеть, бабушка хаоса, да. Вот приезжаешь в Европу, я вот буквально недавно мы вернулись из Италии, жили там тоже в совсем небольших отелях. И я даже пытался смотреть именно с точки зрения гостей, не профессионально, вот пытаться отрешиться, абстрагироваться. И действительно все равно все культурно. Тебя никогда не встретят, администратор не будет, он всегда встанет, тебя поприветствуют, они всегда улыбнутся. Почему в России до этого? Ну, знаете, мне кажется, очень многое ведь зависит от престижа профессии, да. Все-таки уровень образования, да, в нашей, ну, в России в сфере гостеприимства, он недостаточно высокий. Ну, это я, наверное, еще мягко, да, говорю. Потому что найти обученные кадры, ну, практически нереально. И уж, я не знаю, как там в Санкт-Петербурге и в Москве, я знаю, что есть сложности, да, у коллег с этим. Уж про Самару и говорить не приходится. И здесь вдвойне все, конечно, зависит и от собственника, да, то есть какую идею он вкладывает, да, с какой миссией он открывает свой объект, хотя там об этом, ну, вряд ли, мало кто думает. Потому что, например, говоря о Гринлайне и говоря о том, с какой миссией сюда пришла команда владельцев отеля, например, на собеседованиях, там, одним из тестовых заданий администраторов просили там помочь передвинуть стол, помочь там, то есть понимать, да, насколько вообще человек готов к тому, чтобы помогать гостю. И очень важный вопрос всегда мы спрашиваем, кто в отеле главный, да, и очень много, правда, людей, которые думают, что им нравится гостеприимство, говорят, что в отеле главный директор, главный управляющий, но никак не гость. И может быть, да, вот из-за этого, да, из-за того, что, ну, сфера обслуживания, она вот не имеет такого высокого, да, не такой востребованности, да, у людей, у тех людей, которые учатся сейчас, да, вот в соответствии, в вузах, да, соответствующей формации. Наверное, в этом проблема. Как в том анекдоте, нам всем не хватает хорошего пиарщика, наверное, да, в нашей сфере гостеприимства, чтобы вот побольше рассказывали о том, как здесь здорово, и как это здорово вообще помогать гостям. Юль, ну и закончим на актуальной ноте. Актуальная нота у нас закон Хованский, да, у вас полностью гостиница в нежилом фонде, но я знаю, мы сами сейчас в Самаре остановились в гостевом доме, и это 100% жилой фонд. При этом гостиница абсолютно нормальная. Я вижу, что они там соблюдают, ну, если не 100% законов, то там пытаются, по крайней мере, сделать максимум. Какое ваше отношение к данному закону, и что делать таким гостиницам, которые находятся практически в белой зоне, и вот так одним законом их отсекают от общего? Ну, я, к сожалению или к счастью, не скажу, что им делать, да, могу только вот, ну, какое-то свое отношение, опять же, оно будет двойственное, да, то есть как представитель объекта, который находится, да, работает в правовом поле полностью, я могу там приветствовать закон, с точки зрения, что он, скажем, сделает одинаковыми, да, условия существования на рынке для всех объектов. И опять же, для гостей это будет критерий выбора, да, критерий безопасности и критерий получения услуг заявленных, да, тех, что заявляет, допустим, классификация. И если говорить о тех отелях, о которых вот говорите вы, те, которые практически находятся в белой зоне, они соответствуют, они прошли классификацию, да, опять же, работая, да, в правовом поле, который существует, да, на сегодняшний день они ничего здесь не нарушают. Ну, да, это сложная история, но я думаю, что что-то все-таки, возможно, придумается, да, за это время, да, но всегда жаль, да, что когда, хорошо, что некачественные объекты уходят, но будет жаль, что вот когда, да, смесь, я не помню точно, как это пословие звучит, да, чтобы с водой не выплеснули ребенка, да, чтобы вот хорошие объекты также не пострадали вместе с объектами некачественными. Пожалуй, так. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Да, я надеюсь, что ваш объект будет развиваться, вот, хороших вам продаж. Спасибо. И хороших гостей. Спасибо большое. Спасибо, что были у нас в гости. Субтитры создавал DimaTorzok